Минобороны рассказала, какую технику вермахта используют для ступеней главного храма ВСРФ. 29 декабря 2018 года ТАСС Минобороны рассказала, какую технику вермахта используют для ступеней главного храма ВСРФ. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков. Источник изображения, Антон Новодиришкин, ТАСС, как заявил официальный представитель ведомства Игорь Коношенков, Речь идет лишь об элементах трофейного оружия и боеприпасов Москва, 28 декабря. Слеж тасс слеж. Минобороны России не будет использовать уникальные и представляющие историческую ценность образцы вооружения вермахта при строительстве главного храма ВСРФ. Об этом в пятницу сообщил журналистом официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенков. Для выплавки отдельных составляющих, ступеней ИДР, возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных сил в честь победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах ВС. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет. Сказал Коношенков. Генерал напомнил, что на военных складах Минобороны России сегодня хранится достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов в различных стран, начиная еще с Первой мировой войны. Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиции родителей сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение, подчеркнул Коношенков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны сообщил, что трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке. Главный храм ВСРФ будет возведен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение Патриарха Московского и Всеруси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и Вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов. Центральный будет наименован в честь главного христианского праздника Воскресения Христова. Остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов ВС. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд Воскресения. 28 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.